Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли! Поговорим? Поговорим, поговорим. Что было с нами в течение этого месяца? А то приехал сын и говорит, мы пропали из информационного поля. Месяц у нас не видно и слышно. Что у нас произошло? Где мы и как мы? Кажется, что мы куда-то вникли с горизонта. Не, никуда мы не пропадали. Мы работали. Мы работали. И за это время у нас очень много чего произошло на самом деле. И для нас самих, и вообще в процессе были курсы, они продолжаются, эксперименты у нас шикарные идут. Начнем с экспериментальной части. Мы взяли две темы в эксперименты. Одна тема – это молодость и здоровье. То есть это наши программы в психике, которые ограничивают наше долголетие, приводят к болезням. Опять-таки в рамках этого мы нашли разницу между болью и болезнью, как механизмы эти работают, противоположные и так далее. Мы еще механизмы поописывали. Да, мало того, мы нашли очень интересную такую, буквально прямо осознали на днях штуку, программку, что на самом деле люди даже боятся молодости. Да. И люди боятся остаться жить долго, боятся не умереть. Казалось бы, парадокс, как же, все стремятся к долголетию, а нет. А нет. Вот когда человеку за 50, за 60, он себя уже ограничивает сам естественным образом, потому что он не знает, а как он будет дальше жить в этих условиях информационных, в этих условиях, что там муж или жена умер, или там в этих условиях, что он работы лишится, или-или. То есть интересы завязаны уже на выживание. То есть человек сам идет и сворачивает свою жизнь. И вот эти механизмы, когда мы начали поднимать и на эксперименте людям выводить в осознавание, оказывается, с этим связаны болезни возрастные. И человек тогда выключает сам у себя возрастные болезни и процессы старения. Все это останавливается, замедляется, потому что человек по-другому начинает видеть свою жизнь, он становится целостным. Он начинает выключать свою программу саморазрушения, на самом деле. Интересно то, что мы с тобой на самом деле словили такую штуку. Человек боится молодости. И мы столкнулись с тем, что, наверное, во всех практически, ну, даже, наверное, я скажу не практически, а во всех случаях, человек молодость воспринимает как невозможность, а как повтор. То есть у него молодость, да, как циклическая ошибка. То есть у него молодость связана, если я стану молодым, значит, мне надо рожать, значит, мне там надо что-то. То есть автоматический такой сценарий, вплоть до того, что полностью как повторение всего того, что было. Вот это вообще невероятно, то, что мы словили. Кроме того, вот за этот период мы начали эксперимент, связанный с телом. То есть один заход у нас идет с молодостью и с психики, как это влияет на тело. С другой стороны, мы по восьмерочке зашли из тела. Старение, стройность, управление реальностью из физического тела. Но мы уже давно говорили, что Бог, Он есть только в теле, Создатель, Он только в теле. И если вы где-то обесцениваете тело, то все, нету там ни Создателя, ни Бога, ничего, есть Овен, да. Вот второй эксперимент мы зашли из тела, и именно из физической, из материальной части, как материальные факторы влияют на нашу стройность, на наше здоровье, на наше долголетие, на нашу жизнь. И оказалось, вот мы начали, казалось бы, мы зашли из материального мира, а этот материальный мир отражается на мире психическом, и опять-таки мир психический отражается на мире материи. Мы с двух сторон зашли, как из двух зеркал, и сейчас эти два эксперимента идут. Один идет по понедельникам, один по пятницам, и это рассчитывается где-то до Нового года, что мы будем так работать. Так вот, в материальном эксперименте мы подняли бомбическую тему. Мы берем отдельно, например, как влияет сахар на тело, на психику, и как мы можем это дело нивелировать и вывести в плюс. Как влияют углеводы на тело, на психику, вывести в плюс. Вот сегодня у нас пойдут белки, у нас потом пойдут жиры, у нас пойдут... То есть мы отдельно рассматриваем продукты питания, поведенческие реакции, физические нагрузки и так далее. То есть мы берем физические аспекты и из психики раскладываем. И вы знаете, это не совпадает с научными данными. Бомба! Вообще, то есть есть моменты, когда наука просто, тупо не зная выхода, толкает человека в войну с самим собой. А когда человек начинает бороться с собой, со своим весом, со своим телом, когда человек начинает устраивать вот эти вот все змогарские воюющие вещи с собой, то он включает аутоиммунные процессы. Да, саморазрушение. И пошло саморазрушение. Аутоиммунные процессы наука писать не может. Это же божественная часть, которым наука не может не вылечить ничего. Нет аутоиммунных заболеваний, которые лечит медицина. Нет. Говорит, ну мы не знаем сам механизм, откуда приходит разрушение. Мы можем выписать поддерживающую терапию. То есть мы вас уже провожаем на кладбище с помощью лекарств. Медленно. Вы будете идти, но медленно. Хотя по факту процесс ускоряется. Да. Так вот интересно то, что наши два эксперимента идут дельточкой во времени. То есть начался эксперимент в молодость. Спустя, я уже не помню, какое это время начался эксперимент с телом. Образовалась дельточка. Так вот эта дельта, она и является той самой игрой в моменте здесь и сейчас. Где разворачиваются все абсолютно события. Это совершенно другой мир. И я просто знаю, это другое тело. Я знаю, что это другая жизнь. Вот это очень интересно. И на самом деле очень много осознаний. И когда мы сейчас эксперимент вот по телу, да, мы пошли там по сахару, по углеводам. И дальше, дальше, дальше. Что мы делаем? Мы на самом деле, во-первых, по-другому мы видим. Не так, как наука. А во-вторых, в этот момент происходит осознание вообще. Как знаете, как знакомство с новым миром. С миром, который для тебя был закрыт. Ты просто знал от кого-то. А теперь ты сам становишься хозяином этого мира. Потому что ты его, зная игру, ты можешь свои правила ввести. Вот это. Это на опыте. На опыте. Опыт прохожения. А когда у тебя есть опыт, ты уже становишься хозяином положения. И ты можешь свои правила вносить. Потому что это твой мир. Это злой мир. И меняешь. И самое интересное, что вот эти моменты, когда у человека наступают осознание. Мы моментально, вот этот процесс запускаешь в психике у человека. У человека пошли осознание. И понимаешь, надо срочно включать создание в его голове. А создание без внимания не бывает. И дальше приходится людей учить управлять своим вниманием. Потому что так уж наше общество устроено. Что у нас есть программы совести. У нас есть программы ты должен. И у нас привычно держать внимание на негативе. У нас даже счастье имеет одно слово. Ну, два. Радость. А все остальное у нас некие возвышенные состояния, которые не описаны словами. Даже слов нет. То есть человек не привык жить как человек. Он привык жить как животное. Или как насекомое. Или как еще как-то. То есть для нас привычно коллективное сознание. Внимание в коллективное сознание. Как вот насекомое. Как стадо. Стадо. А своя жизнь, она как-то выпадает. И тогда мы идем по коллективным программам. Где прописано, во сколько ты должен умереть. Как умереть от каких болезней и так далее. Плюс запускаются еще вирусные массовые игры. Такие типа войн или пандемии. Или чего-то. Когда так не слизала. Верхушки срезала. Знаете, как вот эти пики биткоина как срезают. Вот точно так же. Хлоп. И срезала. Всех, кто попал в пик и не устоял. Ушел в перезапуск игры. И остается только осознать, что мы бессмертные. И что эти игры вечны. Единственное, что сможем ли мы вспомнить, как мы играли до этого. И развиться, чтобы двигаться дальше. И здесь есть интересные моменты. Я думаю, мы их проговорим в следующем подкасте. Потому что вот как раз были поводы наблюдать за коллективным со стороны. Как люди себя проявляют. И как люди, особенно в возрасте, удерживаются вот в этих своих детских концепциях, травмах. Вот я не сдамся. Я не изменюсь. Я никогда не изменюсь. Вот мне больно. Порежьте меня. Но я не уступлю. Еще что-то. Но я не уступлю. Я готова отдать тело. Я готова отдать жизнь. Я готова отдать все, что угодно. Но будет по-моему. Вот этот вот детский дебилизм. Особенно с возрастом он ярко заметен у людей. И он катастрофично разрушает и сворачивает игру. Ведет к старению, ведет к умиранию и так далее. Вот эти все вещи мы описываем в нашей книге «Инфодаймг. Создатель». Потому что когда у человека включается вот такое тупое сопротивление самому себе, то создателя там нет. Там есть овен. И, соответственно, под овна есть желающие властвовать, управлять ими и так далее. И эта игра недоразвитая. То есть, а мы, вот этот контур игровой, мы пришли к смене даже в коллективном игр на другой уровень, на другой частотный диапазон. Мы переходим на вторую октаву, да? Ну, это на самом деле так. А это значит, что людям так или иначе придется измениться, придется развиться. Придется изучить себя, исследовать себя для того, чтобы сделать шаг в новую игру, ну, либо застрять в старой игре. Ну, и плюс наблюдение, как реальности у людей, насколько они разные. Вот иногда даже нам пишут-то со всего мира люди. Сейчас уже даже Австралия добавилась. То есть, и мы, когда получаем письма и видим, в каких мирах живут люди, мы иногда... Ну, хорошо, что они не ставят, что я вам пишу с 16 века, или я вам пишу с 12 века. Я вам пишу с острова Каннибалов. Ну, это очень где-то близко, когда вот получаешь такие письма, понимаешь, и так можно жить. Можно. Кому так нравится, живите, не мешаем. Ни в коем случае не вмешиваемся, но можно жить иначе. То есть, приобретает ценность время, в котором ты живешь, место, в котором ты живешь, окружение, в котором ты живешь и так далее. Вот эти все вещи идут в осознание, потому что... Ну, вот представьте, вести клиента, даже если взять арабские страны, да, вести клиента из Дубаев или вести клиента из какой-то арабской страны, того же самого Пакистана, это разные вещи, да. Вести клиента из Казахстана или из России, или из США, или из Европы, это разные вещи. Мне все больше нравится работать с белорусами. Вообще. То есть, то, чего мы раньше избегали, наоборот, сейчас поменялось, и видишь результативность куда более высокую. Потому что тебе не надо объяснять, что Аллах в тебе, и тебе не надо биться длительное время с тем, чтобы человек принял, что его сознание не насекомого, не животного и так далее. Особенно, если это женщина. Ну, кстати, вот с женщинами, наверное, даже проще. А вот попробуй мужику объяснить, что Аллах в нем, когда он жестко в мусульманстве. Вот это трындец. И то, что в мусульманстве нету, там никаких четырежен и все остальное. Потому что... Это ложь просто невероятная. Дикое вот это животное убрать из человека, а он же хочет быть здоровым. То есть, это капец. Потому что все-таки больше новую информацию, быстрее все-таки через женщину можно... У женщин как-то с интеллектом по-другому. Ну, правильно, потому что, на самом деле, женщина – это материя, которая впитывает, да? Она быстрее принимает информацию. А мужчина – это тот, это, вот сказать, защита. Ну, это вот не та защита, которая сразу воспринимается, мир опасен, да? А мужчина именно вот этот, ну, скажу, такой, та твердая кора, Которая, да, которую тяжело пробить, но ее в то же время может пробить именно женщина. Но не пробить, а вода камень точит. То есть, впитать, впитать. То есть, постепенно, благодаря женщине, мужчина, вот этот жесткий, он становится постепенно мягкий, то есть, живой. На самом деле, мы, женщины, либо мужчину делаем камнем, да, либо оживляем его. Только мы, женщины. Все зависит от нас. И если мужчина твердолобы, то, значит, в женщине нет вот этой жизни, которая может его оживить. Женщина трупообразная. Да, да. Вот, ну, возвращаясь к тому, чем мы занимались дальше, мы проводили семинары, кроме экспериментов у нас были семинары. Но самое интересное, что мы работали еще не на аудиторию, мы работали на себя, на расширение своего сознания и адаптировались к новым состояниям. Мы прошли более 40 вуалей. Мы их прошли. То есть, тот уровень, который был описан суфиями, пройден, описан, в книгах описан. И осталась последняя матрешка. Мы можем сказать, что 49 вуалей – это игра, которая сейчас с материальным миром, которая, ну, уже играется, а за ней есть еще. И это не предел. Но за черту мы уже зашли, да. За черту, которая описывает материальный мир и которая доступна была человечеству, за нее мы зашли. И мы увидели, что там есть дальше следующие контуры. Соответственно, если мы входим своим сознанием, то мы имеем право перепрограммировать так, как мы считаем нужным. Кто успел, кто-то съел. Это наша игра. И наша игра в счастье. Это наш интерес, наша игра даже. Это наша, да, игра в счастье. И это все про расширение. Это все про адаптацию к новым состояниям. При этом растет очень сильно чувствительность. Поэтому уменьшается количество людей в окружении. Да. Но это остаются семьи, есть близкие. Они, ну, они как на ладони, они прозрачные. Буквально сегодня я... Да, вот оно... Просто на самом деле сознание настолько объемным стало, да, можно так сказать, когда ты видишь просто, что говорится, сквозь стены, да. И вот буквально сегодня я вдруг столкнулась с тем, со своими близкими, с самыми ближайшими, да. Когда мы сидели, разговаривали, я просто, ну, как бы, участник разговаривали, слушала, и когда слышу своих детей, о чем они говорят, и вдруг понимаешь, вот здесь вставить хочется, вот здесь слово вставить хочется, вот здесь. То есть то, что они говорят, они очень глубоко, мудро говорят, на самом деле дети. Но при этом еще есть места, которые, знаешь, так, пух, сюда вставить, тогда раскрывается сюда. И я вставляю, и они еще не готовы вижу, слышать вот этот. Знаешь, когда ты... И я столкнулась именно с тем, что иногда надо уметь просто помолчать, просто слышать и позволить информации вот этой, которая в них сейчас есть, просто вот оформиться материально и только тогда, материю, да, физику, и только тогда ты где-то можешь еще подкинуть водички, то есть живой вот воды. Вот так конкретно сегодня прямо увидела очевидное, потому что ты не сможешь достучаться, когда тебя не слышат. Ты просто... И если ты будешь стучать, то это потеря своего ресурса, и бессмысленно, бессмысленно это. Человек должен прожить свой опыт. Да, но суть другая в том, что именно та, что ты... Я офигевала от того, что я видела саму-саму-саму глубину всего-всего, а понимаю, что я пока эту глубину... Ну, это только я вижу. Вот. И она... Говорить об этом бессмысленно. Да, бессмысленно. И при этом, если... И такое желание внутри, если бы вы меня слышали, это так бы... Многому вас просто научило, просто открыло бы перед вами невероятное волшебство. Но пока нет. Но он слышит. Ну, человек проживает свой жизненный путь, у него есть свой опыт, и он... Главное не бороться с этим и не давить не... Спокойно абсолютно. Но вот просто сегодня вообще было невероятно. Ну, точно так же, как я вчера наблюдала за людьми, и я понимала, насколько необходима смерть человечеству. Да, да. Это так. Когда ты работаешь с программами омоложения, старения, и ты понимаешь, что это выключается, и ты даже уже нашел программы, где это прописано, и осталось это... Ну, как кодировку в компьютере разобраться и взломать. И... Вот в какой-то момент казалось бы, вот все, ты взломаешь это, и будет все классно. А ты смотришь на людей и вдруг понимаешь, а без программ старения и смерти игра потеряет смысл. Она будет вести к деградации и отупению. Ну, банальный пример приведу. Вот человек живет, и он начинает стареть, и у него старые взгляды, и он не хочет двигаться. Он паразит уже, который готов... Вот просто дайте мне сидеть и служите мне. И я организовал вокруг себя свой мирок таким образом, чтобы все по крупице несли мне по зернышку, да? А я не буду двигаться, я буду сидеть, и мне интересно только командовать. При этом я не развиваюсь, я деградирую. И вот если... Это гниль на самом деле образуется, и таким образом, если такой гнили будет много на теле образовываться, то тело будет разлагаться и умирать. Вот он, труп. И таким образом человек, переходя определенную возрастную черту, иногда даже с детства, то есть родители его, будучи сами паразитами, они так его и взращивают, и вот этот процесс гниения в человеке ведет к развитию болезнетворных моментов в обществе, в коллективном, и тело гниет. И убрать вот эту гниль... Это пролежень. Пролежень, да. И убрать эту гниль может только смерть, перезагрузка, и тогда его психика включает инкарнационный цикл для того, чтобы освободить, обновить игру, для того, чтобы выкинуть вот эту паразитарную часть, перезагрузить, а ось получится вновь. Иначе без этого жизнь просто сузится, сузится и исчезнет. Иначе игра исчезнет. И вот я тоже так смотрела, наблюдала за людьми и в какой-то момент понимаю, что... Благодаря смерти, да, благодаря смерти жизнь есть. Но есть люди, которые развиваются, у которых есть интерес жить, у которых есть интерес проявляться, и пока горит интерес, их жизнь может быть продлена настолько, насколько у человека есть запас энергии, силы, ресурса двигаться, насколько есть у него запас интереса жить. Потому что интерес – это молодость, это интерес – это жизнь, да. И если пока есть интерес, есть жизнь, есть именно здоровая жизнь. Как только интерес исчезает, это уже пролежень, это уже... пролежень на теле человека. То есть это надо удалять, иначе, сами понимаете, пролежень к чему приведет. И тогда вот мы опять возвращаемся, когда мы видим, как работает трехточечная система в психике. Она описана, кстати, в книгах. Это все наработки наши собственные. Мы не читали ничьих источников, никаких научных трудов. Но я думаю, со временем это войдет в науку, потому что мы описали очень много процессов психики интересных. Так вот, если брать трехточечную систему, то наше общество, как ни крути, в дальнейшем в развитии, оно будет разделено на три основных сословия. И это будет не по материальному фактору. По материальному фактору они могут относиться совершенно к любой категории. Если брать с точки зрения развития сознания, то будут люди, которые будут жить очень долго. Будут люди, которые будут жить какой-то усредненный период. И будут люди, которые будут жить, ну, как бы живут сейчас очень ограниченный промежуток времени. И для них надо будет коллективное, которое будет перепрограммировать их на то, что вот отработал, ушел, отработал, ушел, отработал, ушел. То есть вопрос, к какому сословию будешь относиться ты, это будет зависеть от твоего интереса. Жить, от твоего интереса. Развиваться. Развиваться через материальный мир, потому что это единственный путь развития. На сегодняшний день по игре, по правилам игры, это так. А все правила игры сводятся в закон парадокса. Когда сознание первично, материя вторично, но для развития сознания материя первична, сознание вторично. Но при этом все это служит развитию сознания и игры. Сознание. Потому что все есть сознание. Все есть сознание, да. То есть сознание выделило в материю в нея для того, чтобы познать себя. Ну, грубо говоря, если это положить на пальцы. И если уже вот эти вещи мы подписали, тогда надо рассматривать сознание человека как создающее. По-другому невозможно, ведь это оно создает игру. С одной стороны. С другой стороны, тогда надо научные подходы менять, потому что наука ставит первичность материи и не учитывает сознание. И даже нет толковой формулировки сознания. То есть даже на равных не ставят сознание и материю. Есть материя, а сознание подчинено материи. Это неправильный подход изначально. Точно так же, как поменять, взять религию и через кучу подмен вывести духовность над сознанием, над материей, а в проявленном мире поставить во главу все равно материальный мир, земли, храмы и так далее. Ну и вот эти все подмены религиозные. Просто искажение, ложь, это тоже неправильно. То есть в какой-то момент придется возвращаться к тому, что вот в этом хаосе, в этом бреде, в этом сумасшествии надо будет наводить порядок. и здесь наработки инфодайинга они будут служить большим плюсом, потому что мы четко описали те процессы, которые находятся у нас под сознанием. И они не будут протекать иначе. Они будут протекать именно так. Сознание будет проявлять материю для того, чтобы познать себя. И при этом именно материя будет важна для сознания, потому что без материи сознание не может прозвать. И это все связано. То есть без тела мы не можем развиваться и не надо его относить к грешным, брендным, ненужным и мечтать о жизни загробной какой-то. И тело не может проявиться без сознания. И тело не может проявиться без сознания. Тело проявляется только в сознании. И вот парадокс, когда коллективная говорит, что есть некий объективный мир. Нет, господа, выключилось сознание, и нет никакого объективного мира. Это очевидно. Вот кажется, все же на ладони лежит. Казалось бы, да. А насколько все перебано. Искажено, да. Искажено и перебано. Но вот эти вещи мы все описываем. Это будет книга «Инфодайвинг Создатель». У нее уже даже есть название, она уже пишется. Одновременно вычитывается книга «Инфодайвинг Иллюзионист». Она оказалась очень большой. она оказалась очень большой. Мы думаем даже возможно ее разделить на два тома, на две части. Потому что она на сегодняшний день порядка 700 страниц. То есть мы в нее перед войной мир. Толстом. Война с кем? С самим собой. А мир с кем? С самим собой. Ну да. Но это все, что касается построения иллюзии. Когда мы когда у нас еще присутствует объективная реальность. Создание начинается с момента, когда объективной реальности уже для вас нет. Вот тогда начинается создание. Тогда начинается создание. Пока у вас есть объективная реальность и вы играетесь в чужую игру, вы иллюзионист. Да. То есть мы четко разбили эти части. Это все про расширение сознания. Каждое расширение сознания обладает, захватывает определенные информационные контуры. И эти контуры мы тоже описали. Назвали, описали. И сейчас в книге «Создатель» они еще даже будут приведены в систему. То есть, когда ты видишь систему, понимаешь, как это работает, понимаешь, что можно из этого выжить, как это пройти быстрее или короче. Но все вот эти трансформации в психике, они требуют трансформации в физическом теле, поэтому это все нагрузка на мозг, нагрузка на тело. И при этом это психические возможности человека. Вот этим мы чем и занимались и отдавали это людям на курсы. Да, я даже задумалась над твоими нагрузками. То есть, когда ты произнесла нагрузка, то понимаешь, что оно с одной стороны нагрузка, а с другой стороны это твои возможности, которые ты просто раскрываешь в себе. Да. Потому что... Просто когда говорят про психические способности, там этот левитирует, этот телекинез, этот еще, этот еще. Подождите, а что под этим стоит у человека? Ой, а я не знаю, там Бог ему послал. Сущности им вводят или еще что-нибудь. И такую лабуду несут. Слушайте, какие сущности, когда кроме вас никого нет, вы есть эта сущность. Вы выделяете сознание на какую-то игру. Вопрос, как вы это делаете? Вот вы можете сами себе это объяснить? Вот когда вы сможете... Ой, там энергия, там еще... Энергия прекрасна. Энергия – это надсознание. В подсознании бесконечный ресурс. И вы можете этот ресурс трансформировать в энергию, во время, во что хотите, в материю. И это бесконечно. Но до этого ж надо дойти как-то своим сознанием, чтобы это осознать. И когда у вас в башке выстраивается уже система, когда вы это и понимаете, и осознаете, у вас работает и надсознательная, и подсознательная часть, тогда ваши психические способности развиваются. И тогда вы действительно можете залезть в подсознание другого человека и отредактировать там какие-то вещи, и человек пойдет на поправку. Если вам это надо. Если, да, вот я хочу сказать, если вам это интересно. Да, а надо вам только тогда, когда вам это интересно. А если вам это надо-надо спасти кого-то, то значит вы еще не доразвились до того уровня, чтобы позволить иллюзией быть. И осознать, что именно эту иллюзию вы запускали для себя, чтобы вот это осознать. На самом деле ключевое это все время находиться в интересе. Все, это и есть бессмертие. И кайфовать от жизни. Кайфовать от жизни. Именно кайфовать. А когда мы говорим о кайфе от жизни, мы говорим о благодарности тому, что мы имеем. Потому что в те моменты, когда мы начинаем обесценивать то, что мы имеем, мы просто проваливаемся в паразитарности и возвращаемся в старые программы для того, чтобы заново перепроживать этот опыт. То есть мы обрезаем свои крылья на самом деле, когда мы обесцениваем. Потому что все, что есть в нашей жизни, это все есть. И оно есть в самый нужный момент, на своем месте. И лишь только надо увидеть это с благодарностью. И продолжать развиваться в интересе, исходя из своего места. Того, где ты находишься. А не бороться с этим местом и говорить, что какая у меня тяжелая и плохая жизнь. На самом деле, мы же уже сколько раз зависали, наблюдая за людьми. Но вот много же людей, уже тысячи людей, кому мы реально помогли. Но при этом смотришь на человека, человек к тебе обращается с просьбой. Ой, спасите, спасите. Вот я выздоровею, и я буду счастливой. И у меня все наладится. И так далее. Я выйду замуж, мне больше ничего в жизни не надо. Вот мне мужчину дайте, я от него рожу, и все, я буду самая счастливая. Или я вот ребенка хочу, дайте мне ребенка, и я буду самая счастливая. Вот человек получает. Кто-то получил здоровье, кто-то получил своего мужчину, кто-то получил бизнес, кто-то получил ребенка. А как был, В несчастье так и остался в несчастье. То есть как вибрировал образно на вот этой больной ноте, так он и продолжает. И его ты куда не посади. То есть что не дай, он будет, потому что он болеет. И получается, я ребенка пригреб, дай мне еще. Дай длина, дай ложку. Я бизнес пригреб, дай мне еще. Я замуж вышла, дай мне еще. Я ребенка уже беременная хожу, дай мне еще. И дай мне еще, и дай мне еще. И вот это дай, а вот это, что я уже имею, я обесцениваю. Точно так же, вот посмотрите на ваше общение с вашими мужьями или женами. Вот когда человек заводит любовницу или любовника, это же полное обесценивание своего спутника. Себя. А это полное обесценивание себя. И вот эти моменты, оно настолько очевидно, да. И мы тогда вот смотрим на вот эти моменты, мы просим человека, мы объясняем, где что надо поменять. И если человек вот этот отрезок проходит, не меняясь, и получает то, что вот он хотел, 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 и он получил раньше времени этого, то он возвращается на круги своя, и тогда психика должна придумать ему новую какую-нибудь болезнь или новую проблему, для того, чтобы ты все равно изменился. Человек потом обращается к нам уже с новой проблемой, и ты понимаешь, а овен как был, так и остался. Давай тогда сначала начинай с практики, поехали за. Потому что пока человек не научится ценить то, что у него есть в данный момент, ценить именно, увидеть ценность того, что у него есть уже, он обесценит все, что ему не дай. Потому что он не знает, что такое ценность, он не знает, что такое благодарность. То есть пока человек не исцелится на своем месте, здоровым не станет, вот на своем месте, на котором он сейчас есть. Он обесценит и заразит все, все, что ему не дай. Это все будет болеть. Это все, потому что он будет... Ты ему дай рай, подари. Это образно, подари. Просто покажи ему весь рай. Он этот рай заплюет, загадит. Потому что он болеет, он не знает, что это такое ценность. То есть он не умеет по-другому жить. Он другого не видит, он другого не чувствует. Он болеет. И поэтому эта болезнь, она заразит везде, она везде будет болеть. Когда этот человек сам на своем месте, на любом, да, мамочки, это даже вас все касается, у кого дети аутисты, больные, да, пока вы не научитесь ценить и любить, и быть благодарны этому тому, что вы сейчас имеете, просто невозможно. Дай вам, ну, образно, дай вам здорового ребенка, да, вы все равно будете обесценивать, продолжать. Вы найдете к чему доколебаться, к чему придраться. И будете продолжать болеть. Потому что вот эта вот ценность себя в этом моменте, ценность жизни, вот она, кстати, ценность жизни, благодарность. На самом деле, благодарность всему, что есть в жизни. Это первое, что надо научиться. Осознать, тут не то, что научиться, тут осознать надо. Именно осознать. Осознание – это сборка. Да, и детей надо учить сразу с детства благодарности, потому что это основа здоровья. Благодарность и ценность – это основа здоровья. Но человек развивается через своих ценностей. Ценность – это целостность. На самом деле, если взять русский язык, это целостность. Что такое целостность? Это когда целое зерно, целое здоровое зерно, без вмешательства чего-либо чужеродного. Вот это и есть целостность. А чужеродное – это ваше нея, то, от чего вы отказываетесь. То есть нету инопланетян. Как бы вас в этом не убеждали. И высших сил нет. И высших сил нет. Вы самая высшая сила. И в то же время есть инопланетяне, и высшие силы. Если вы их создадите. Если вы, да. В своей реалии. Абсолютно. И это все, конечно, прикольные. Эти игры все прикольные. И вот разбором, расписыванием и систематизацией полностью. И переводом это еще в психологическое, русло, чтобы все-таки наука, психология в дальнейшем могла пользоваться в своей терминологии, нашими наработками всеми, мы этот месяц мы этому и посвятили. Вот, кстати, наши ребята благополучно вернулись назад из своего путешествия. И те, кто хотел заказать книги, писали книги. Вы уже можете заказывать. Они уже отправляются. То есть наши книги можно заказать на шоп с Абришинком. Уже мы снова вернулись к этой опции, потому что месяц получается те, кто заказывал, не вовремя получали. Вот. Теперь это снова работает. Ну и мы составили расписание на сентябрь месяц. Нас все время упрекали по поводу систематизации материала. И что очень тяжело прийти в инфодайвинг, потому что курсы не повторяются, а там уже их штук 500 висит. И брать сразу материал, входить с какого-то уровня продвинутого сложно. Поэтому мы поставили новые программы, которые так и называются «Три сосны». Там будут три программы, которые для начинающих. Вот они, «Три сосны». В самом простом варианте подход к инфодайвингу начало в следующий шаг, в следующий шаг. То есть для человека, который хочет выйти из объективного, развернуться к себе и начать путь в себя, в познание себя, в познание своих психических способностей. И вот в сентябре месяце стартует программа «Три сосны». Эта программа не будет сертифицированной, то есть у вас не будет никаких там статусов ученик, стажер и так далее. Это разворот к себе. А для тех, кто хочет через инфодайвинг, инфодайвинг, видите, бизнесом и развиваться через инфодайвинг, чтобы инфодайвинг использовать в своей работе психологической, какой хотите, экстрасенсорной, для них есть программа «Вижу насквозь». Это ученический уровень, у вас будет сертификат, и вы сможете работать на платформе Subretion.com как ученик, проводить образовательные программы в рамках этой программы «Вижу насквозь». И стажерский уровень, часть мы уже дали, часть выставим в расписании в ближайшее время для тех, кто хочет быть стажером. Опять-таки, когда к нам просятся и говорят, что мы будем работать в инфодайвинге, мы будем преподавать, мы будем консультации вести и так далее, а человек вообще не проходил обучение или проходил какие-то вырванные части, мы понимаем, что эго, оно очень сильно дует, и оно очень сильно… Человек же, я же мастер, там эзотерик, я же там психолог дипломированный, там СПБ, СПП, ГУ, университет питерский, в общем. Ребята, вы можете иметь самые крутые дипломы, но психология очень сильно отличается от инфодайвинга, вы могли уже это видеть, отличается даже начальным подходом к работе с клиентом. То есть, нигде не говорится про создающее сознание, нигде не ставится во главу угла то, что человек настолько уникален, и его проблема может быть выключена вот так, при его уникальности, но только с разворотом в свой внутренний мир, с разворотом в себя и с отключением объективного. Ну, даже сказать отключение объективного, это сумасшествие, вы же понимаете, это за рамками научными, это антинаучная деятельность там и так далее. То есть, но при этом хотите быть здоровыми, значит, верните человека в его собственную реальность и покажите, как он гадит. и как только он это увидит и остановится в этом процессе, дальше его надо научить убирать за собой и жить по-другому. Все, но этот человек работает сам с собой. И подходы у нас очень сильно отличаются от психологических, и поэтому, когда человек из психологии приходит, вырывает какие-то вещи из контекста инфодайинга, выдавая их за психологические, потому что очень много моментов, когда легко встраивается, и начинает разводить человека на бесконечные консультации, на бесконечную помощь и так далее, на спасение, ну, это обман. А понимаете, что посеешь, ты пожмнешь, мы же смотримся в свои зеркала и плюем в свое же собственное зеркало. Поэтому, дабы не плевать, мы предложили людям прямой вариант работы, честный вариант работы. Те, кто на него согласился, те берут наши программы вот в тех блоках, даже уже реализовано на платформе, если тебе не хватает каких-то практик или отработок или еще чего-то, то ты можешь увидеть, вот чего тебе не хватает, тебе сама платформа подсказывает. То есть, если вы действительно нацелены пройти это, пусть добро пожаловать, если у вас другие планы, абсолютно все спокойно, у нас абсолютно не вмешательство, мы не мешаем психологии быть, мы не мешаем экстрасенсорики быть, мы принимаем любые игры людей, потому что в реальности у нас у всех очень сильно разница, очень сильно разница. У нас есть те, кто живет в каменном веке, есть те, кто живет, даже вот сравнить те же самые страны, посмотрите, реальность человека, живущего на берегах реки Ганг, очень сильно отличается от вашей реальности, те, кто смотрит, даже это видео. Все просто, поэтому с осени у нас будут новые программы, и с осени будет блок, завершен блок для стажеров, те, кто хочет подключиться, может за это время взять начало этого блока, мы немножко летом систематизируем материал, и закончим книгу иллюзиониста, дадим в коррекцию, и сейчас мы работаем на консультации.